Здравствуйте! Я хочу рассказать о недостойном поведении курочки Белый луч. Сейчас она сидит в клетке, я чуть позже покажу. Значит эта курочка два раза при мне теряла яйцо, то есть у нее была потеря яйца. Первый раз она сидела в одной клетке, в гнезде, в одном из гнезд, я уже не помню, в каком-то из этих гнезд сидела, потом перелезла в другое гнездо, потом перелезла сюда, потом с этого, все это при мне происходило. Затем она с этого гнезда слетела вниз почему-то, я не знаю почему, дальше ходила, заглядывала на гнезды, затем она забралась, она где-то здесь была, вот вот здесь, в этом месте. Непонятно, то ли на лестнице, то ли снизу. И у нее выпало яйцо, выпало и оно или разбилось или его разбили куры, непонятно. Такое вот у нее недержание яйца получилось. Второй раз эта же курочка находилась вот здесь. Я не видел, чтобы она собиралась идти в гнездо, это было вчера вечером, после 17 часов, где-то в 18 чем-то, я уже не помню, по нашему времени, она потеряла яйцо, упало это яйцо, туда вниз скатилось и тут куры его в общем сразу разметали, а эта курочка соскочила и пошла туда. Затем она увидела, что начались какие-то поиски мяса и она сразу же прибежала обратно. Сегодня, сегодня был вообще вопиющий случай, здесь вот здесь неслась вот эта курочка с обудранной спиной, самая черная у меня, которая, она уже старая и ей наверное пора туда, туда, ближе к дому. Она себе сидела, неслась, все было нормально. Да, видно, там еще какая-то лужица осталась, надо ее присыпать. Сидела, я тут поработал, вытащил квочку, перемешал яйца, накрыл, в общем поставил все. Потом захожу, отнес яйца домой, захожу, стоит значит трое, такая немая сцена, а где еще называется. Значит тут в глубине стоит эта самая черная курочка, но она не виновата, ее просто зажали. Здесь стоит это белый луч и курочка белая. Сейчас я покажу. Это вот та из двух самых светлых, которая ближе сюда. Вот она в мою сторону сейчас, в сторону черного, черной стены смотрит. Вот эта курица. И у них, у всех троих, получается на клюве такая грязь прилипшая. И мне сразу стало ясно, что они занялись каннибализмом и уничтожили яйцо. Скорее всего у той старой курочки очень тонкая скорлупа на яйца и эти куры то ли раздавили, то ли что-то, ну в общем-то что-то там произошло и они, в общем, накинулись вдвоем, а потом, ну, той же пришлось подключиться, так как она увидела, что едят. Да есть это яйцо. Сейчас я покажу эту курочку белый луч. Где она? Вон она. Я ее отсадил, в общем, от греха подальше, чтобы она, если будет нестись, то уже не мимо, не мимо этого гнезда, где попало, а чтобы уже несла, несла на сетку. Ну раздавится на сетке, ладно, то уж такое дело. Обычно, я сколько помню, с цыплятами куры если неслись, то оставалось целое. У нее очень интересное яйцо, когда она несет, оно вроде бы длинное, но узкое и с двух сторон острое. Цыплята у нее получались темные, даже черные, это было бы хорошо. Я так хотел черных цыплят, но они у меня пропадали по разным причинам. И у нее такой гребешок тускло-красный, ближе к серо-красный какой-то цвет получается. Отсадил, чтобы она от греха подальше. Дальше от каннибализма. Ну и она будет немножко тренировать этих цыплят, будет ходить тут. В общем, сейчас она хочет на волю, а потом привыкнет и будет ходить, указывать им дорогу. В общем, скучно не будет никому. Она гарантирует. Вот такие произошел вот такой случай, даже три случая каннибализма. И так каннибализм зарождается в курятнике. Так что будьте осторожны, следите, чтобы у ваших кур была скорлупа плотная. Если кто-то будет, какая-то из кур будет хуже нестись с тонкой скорлупой, ее значит или отсаживайте отдельно в отдельное помещение по возможности. У меня пока нет такого помещения, если несколько таких кур. Потому что они будут... Остальные куры привыкнут поедать яйца. А это чревато. Если куры привыкнут разбивать яйца, они еще не разбивались самостоятельно. Если привыкнут самостоятельно, тогда отучить их будет очень сложно. Ну и старайтесь, чтобы они гуляли. Это один из вариантов. Как можно больше. Если есть такая возможность. Подписывайтесь на канал Арсений и Селезнев. За рубой смотрите обновления. Пока!